Каспер, скажи, низкоквалифицированный бесперспективняк из Петербурга, причем R на конце, что где? А, это уже к другому сообщению. Я вроде сказал, не знаю, правильно, неправильно, вы уже оцените. Габена Вайлик, он наведет там порядок. Вообще, я вспоминаю самые такие топовые лиги по фейлам, там, геймганы какие-нибудь, которые с вставанием в 7-8 часов в первый день, там, просто такие вещи, чумачичи, вытворяли. И игры следующего дня начинались через 2-3 часа после окончания матча первого игрового дня. То есть у команд время на то, чтобы поспать было реально 2-3 часа, не больше. Но это плюс, им еще надо доехать, лечь поспать, там, в душ сходить, потом проснуться, опять навести там порядок у себя на голове, на лице, везде, где-нибудь, где только можно. И еще приехать обратно. Ну ладно, давайте, начинаем. Union Gaming, Razor у нас, Сидоролин, Джерико играет на Шадо Демоне, Зндрлз играет на Шейкере, Бенджас, Слардар и Энджел на Лондруиде. И команда X-Game KZ, да, Union Gaming у нас из Перу. X-Game KZ, это Казахстан, как многие могли догадаться. Mantis играет на Вайпере, в миде стоит Фатафака на Тинкере. Equal, суппортирующий Skyros Mage. Rifts, суппортирующий Race King. И Stalked играет на Оффлейне. И у нас тут уже готовится атака. Готовится ведь? Да, готовится, готовится. Razor, правда, мог, наверное, и заметить то, что руну взяли, потому что вард у него там стоял. Вот мы видим, сейчас начинают насосировать дамаг у Тинкера. Ну все, 14 демоджа, но тоже неприятно, да. И тут уже пошли у нас лазеры, лазеры, лазеры. И тут у нас начинают напрягать Сталкета. Есть у нас Disruption. Через секунду будет стан. Стан весьма тайминговый. И, тем не менее, Сталкет у нас выживает. Вот Дума вроде бы 0 брони, но мы видим, что все-таки под тангусиком его достаточно сложно убивать. Много, в принципе, у него хп. Ну и вот она комбинация Shadow Demon плюс Лардар. Посмотрим, как ее будут там дальше исполнять. У нас в мид выходит Skyros Mage. Типа понапрягать Razor, но, как по мне, то лучше бы он просто отсюда ушел. И все. Потому что Шейкер тут, в принципе, бесполезен на центре. А Шейкера вообще мало толку я заметил в последнее время. Команды его как-то кривовато юзают. Хотя вот сейчас он забегает на топ. И вот тут спрятали. В смысле Сталкета спрятали. Есть стан. Шейкер. Дно. И он мог дать этот стан на два шага раньше. И при этом он бы все равно заблокировал. Причем дать его под небольшим углом. Вот как-то так. Но пинг 300, друзья. Пинг 300. И это, возможно, сейчас играет свою роль. Да, так что, возможно, с фразой Шейкер дно я немного поторопился. Но пинг 300, извините. Вот он отваливается. Он, походу, сразу зарейджился. Потому что я бы тоже зарейджился на его месте. Это был почти стопроцентный фраг. Мне нравится эта фраза, которая... Да ладно, финал Интернешнл был хреновый. В следующем году не буду покупать компендиум. Но только не говорите, что вы покупали компендиум. Из-за своей, я не знаю, доброй, чистой души. И что Пакован Имморталок, который шел с этим компендиумом, для вас не играет никакой роли. Там погода, музыка, которая скоро будет. Кастомные крипы, кастомная база. Пакован заставок. То есть это все никакой роли не играет. Да, там курьеры всякие разные. Это все действительно ничего не значит. Вы покупали компендиум только из своих... Как-то из добрых побуждений, да? Для того, чтобы помочь игрокам. Естественно. Так, ну что. По крипам, как у нас дела обстоят? 3-2 у Дума. Крипстат 7-1 у Слардара. Тут у нас, как мы видим, шедоу демон пока тасуется. Но вернулся у нас ЕС. И на топе рунку пытался законтрить. Сейчас Иквал не вышла, потому что рунка появилась внизу. Забирает ее сразу же Ривз. Ну и как дела у нас в миде? 9-2 против... Где там Розор? Розор отправился на нижнюю руну. Против... Против 8-1. Тут все очень-очень ровно. И... Медвед. Медведа 6-1. На Медведа только что помигал Розор. Кажется, Розор просто спалил подходящего... Рейскинга. Да, вот он заходит со своими иллюзиями. Начинает танковать. Находит здесь Энджела. И в Энджела залетает сразу же Стан. Вот вопрос только в том, кого впервые убьют. Потому что прилетает Шадо Демон. Начинает здесь сразу же подсейвливать своего Медведа. И просто Ривз уходит на ноге. Да, тут у Мишки Орбов Венома нету. Ни у одного, ни у второго. Следовательно, на Изичах Рейскинг уходит. Тут еще и... У нас Скайрас Мейдж появился для того, чтобы поднапрягать лишний раз силы Бера. Не знаю, стоит ли оно того. Потому что все равно убить его сложновато. Нужно именно идти и убивать. А там еще и Шадо Демон есть, который может подсейвить в неудачный для своего Медведа момент. Да, просто так стоять его там харасить. Но вы ему все равно ничего не сделаете. Он стоит своим обычным Мишкой, добивает вам до него еще там бежать. Крипов на себя агрить. Линия пушится. В общем, все очень-очень неприятно. Такс. И Вайпер. Вайпер 14 на 2 уже. Очень недурно. А тут уже начинают, ребята, пушить в сторону. Четвертого левела Слардар с хорошим Крипстатом. С топовым, я бы сказал, даже Крипстатом на карте. И я был бы прав. Муахахаха. Еще и Шейкер Крипов динает, когда пушится вышка. Шейкер что-то вообще сегодня, не знаю, блистает. Ну, а с другой стороны, задонает, не задонает, какая разница. Не, ну там лишняя плюховышки тогда летит. Не, если он во время плюховышки задонал, то тогда нормально. Если нет, то нет. Ну, короче, мои вот эти придирочки начинаются из ниоткуда на ровном месте появляться. На самом деле, может, у него тоже были только благие намерения. Вот сейчас начинается у нас очередной выход на Сталкета. Сталкет. Его тут прячут. Подходит Слардар. Тайминговый стан. Шейкер обходит. Тайминговый стан. И вот теперь Сталкета закрывает. Ему теперь нужно оббегать. Но для этого нужно так бегать весьма и весьма долгим путем. Крепы, насколько же здесь Сталкета. И Слардар его ласт хитает. Ферст бат, причем для Слардара. Это очень плохой знак. Селедочка может купить себе какой-нибудь даггер, например, быстрый. Либо, если сильно захочет пофармить, возможно, даже Мидас себе купит. Слардару, как по мне, Мидас, ну, тоже может даже и пойдет. Потому что способности у него хорошие, в смысле, что левел не помешает. И, естественно, атак спид. Атак спид Слардару тоже решает очень даже сильно. Так, сейчас, секундочку. Что у нас здесь? Здесь у нас два суппорта, которые вроде как и полезные были. Да, они там Дума загоняли и даже забрать его смогли разочек. Но вот дальше что им делать? Пойти, может, Магаспауны или все-таки в Смоке идти убивать людей? Смок-то закуплен просто у ЕСа. Я как раз обратил на это внимание. Но тогда нужно идти уже гангать. Тинкер очень сладкий, как по мне, для подобных целей. И сейвить его нечем. Его действительно сейвить нечем. Дырявый грявол. Вот кто-то, например, говорит, что покупал компендиум только, чтобы смотреть матчи в Дота ТВ. Ну вот для такой категории людей у меня есть картинка с двумя парнями. Вы знаете про них. Потому что матчи в Дота ТВ были бесплатные. И компендиум покупать для этого не нужно было. Компендиум, если кто и покупал, то я же говорю, в основном, подавляющее большинство людей. Это те, кто просто хотел себе шмоточек натарить. Лишнее количество. Те, кто хотели поддержать. Да, в этом была небольшая мотивация, конечно. Но все-таки шмотки, шмотки, еще раз шмотки. Я и говорю не потому, что я какой-то там лютый шмотодрочер. А просто зайдите на сайт Себергмета и посмотрите на график. До выхода Имморталок. И в момент выхода Имморталок. Как графики отличались. Такс, ладно. Пока что счет 0-1. На самом деле игра идет достаточно напряженная именно в плане позиционки. Но в плане экшена, как мы видим, его критически не хватает. Попытки какие-то выйти от команды Union Gaming сразу же пресекаются. Банально плотностью героев. Если где-то кто-то накосячил. А накосячить легко с пингом 300. Вот сейчас Шейкер дает стан из смока. И идет сразу же контратака. Потому что что? Правильно. Потому что здесь тоже ребята хотели напасть. В результате заберут и Шейкера, и Энджела в теории. Да, Шейкер у нас тоже попал под атаку Вайпера. В результате даблкил для Вейперевича. И теперь у него 1000 золота лишнее появилось. Но я так понимаю у нас и будет своеобразный батл Слардар против Вайпера. Единственная проблема в том, что Слардар это милишный такой, ну, либо керри, либо семикерри. По-разному его можно котировать. И против Вайпера он очень сильно страдает. Потому что Вайперу, во-первых, ручками бить неудобно. Во-вторых, если ты милишник, и если тебя вдруг зацепило ультой Вайпера, то тебе ГГ. Ты в драке абсолютно бесполезен. По крайней мере, на время действия этой самой ульты. Ну и Дум. Дум уже получает по лицу минус арморочки. Долго очень, на самом деле, висит. Минус 10 брони. Минус 10 это достаточно много, учитывая то, что у Дума брони родной практически нет. То вот так вот выходить опрометчиво против Слардарчика было бы тяжеловато. Так, тут нас что, поставили вард для того, чтобы подблочить, видимо. Но блочить тут уже... Пока еще есть что? Всего тут 3 спауна аншентов. Ну и суппорты просто бегают. Просто бегают. Никто не хочет идти гангать. Видимо, поняли Юнион Гейминг, что проблематично пойти убить и Дума, и Вайпера, и подумали, что вот, ну ладно, мы набрали такую офигенную триплу, которая может убивать большинство героев, а этих героев убить мы не можем. Поэтому все, давайте забьем болт. И, наверное, правильно сделали. Хотя, нет, нет, нет. Нужно идти убивать Тинкера в миде. Вот Тинкер в миде это же самый вообще сладкий герой на планете. Почему не ходят и не убивают этого самого злополучного Тинкера? У Тинкера уже 8,5 уровень. У Тинкера второй, ну ладно, третий там на карте Крипстат. И Тинкер в миде против Розора себя вообще отлично чувствует, как мы видим. И Медведь. Медведь, которого тоже особо не гнобят. Его только раз убили у нас. Ну все, это просто Тимфарм. Просто идет масштабный Тимфарм. Давайте посмотрим, что там у нас по графикам. По графикам у нас ситуация следующая. Тут Тимфарм будет выглядеть немного ярче. По одной простой причине. Потому что тут есть Тинкер, который хорошо фармит. Тут есть Дум, который хорошо фармит. Вне зависимости от того, есть вообще Крипы там рядом с ним или нету. В смысле, в больших количествах. Вот он, Розор, минус Скайросмейдж. Что? Где он его поймал? А, вот здесь он его поймал. Видимо, Скайросмейдж хотел пойти посмотреть, как Крипы, как Эншитов здесь стакают. Эншитов здесь, кстати, вот только-только начали стакать. У него тут вард вообще стоит. Какого черта тогда ты здесь делал? Скайросмейдж? А, он, наверное, этот вард и поставил сюда. Точно, точно. Он назад возвращался. И на этом его подло... Подло... Подловили. Ну что, и Розор начинает заходить в спину. Наглым образом заходит он в спину. Тут сразу же Слардар. Отличный стан по двоим до Тинкера. Он не достает, но Рейзер с Плазмофилдом забирает этого самого Тинкера. Сам Розор пытается уйти, потому что здесь уже нарисовался Вайпер. Вайпер забирает Розора. И Слардар уходит на лоу хп. Он еще и под спринтом, кстати, под думом горел. И, тем не менее, выживает Бенджаз. Садок у него был действительно классный. Краешком буквально стану он зацепил Тинкера. Получается, у нас в результате размен мидер на мидер. И размен более-менее ровный. Правда, тут у Тинкера уже были и Трвела на подходе. А у Розора еще нету ровным счетом. Ну, хотя, как ровным счетом, ничего. Уже есть Литресочка. А больше ничего нету в Курьере? Нет, нет, больше ничего нет. Медведя в Курьере. Да, и Пинк по-прежнему у нас, я так понимаю, должен быть 3 соточки. Сейчас посмотрим на действия команды Юджи. Выясним, так ли это. Идет такой ганг-отряд. Думают, что пойдут убивать медведя, но их гейм не так просты. Медведя убивать они не хотят. А вот Курьере они отдадут сейчас. Ну, больно. Реально больно, что демону достается этот фраг. И нужно тогда идти сейчас давить вышку. Не нужно расслабляться. Тем более, что у Слардара уже есть Вангвард. У него ПТ. У него 1370 КП. 8 единиц брони. И объяснит он, мне кажется, сейчас тут большинству героев, что по чем. Причем-то у него 3 уровня спринт. Не знаю. Нет, 3 уровня еще норм. Да, это 3, мне кажется. Стоит докачать, а потом уже можно начинать качать Баш. Чтобы просто он уже был на 9 уровне. Потому что без Баша как-то вообще не Айс играть. Видывали мы Слардаров без первого уровня Баша. И Башей там было 4 подряд. 3 подряд. Я прям как сейчас помню где-то вот здесь. Это еще было даже в первой доте. Вот на вот этом месте просто подошел Слардар. И только ляп, ляп, ляп. Три Баша на разврате. Ну что, заход на Рошана. Линку сбили. Рошану, да, вешается этот самый минус армор. И Рошан начинает падать намного быстрее. Когда герои не слишком сильно с руки наваливают. Точнее, наваливают все тут понемножку. И без того, что минус армор действует на Рошана очень хорошо. Что мы, как, ну, говорит большинство игроков, на самом деле весьма неправильно. То, что хотите убить Рошана, идите просто убивайте его. Вот вам есть ХП, вот вам есть реген его. Вот вам есть его показатель брони. То есть унеси конкретное количество демиджа по Рошану для того, чтобы его убить. Но нет, у нас минус арморы, всякие там энигмы с медальками, с эйдолонами. Так, ну и Слардар все-таки решил дамаксить. Спринт. Не захотел он баш качать. Видимо, решил, что не слишком много он и бьет. Ну и схема прокачки, как мы видим, до боли напоминает того же Хаос Найта. В 4 первый скилл, в 4 второй. Потом на 10 уровне качается баш в единичку и Amplify Damage. Да, у баши, между прочим, урон весьма и весьма немаленький. Как мы видим, 120 демиджа на 4 уровне. Учитывая то, что это физический урон от баша, то под минус броней, вот эти вот 120, они очень-очень сильно могут испортить жизнь. Ну, суппортов они, точнее, этот баш вообще не прощает. Так, ну у нас тут Doom готовится к выходу. Doom Amidas. Только-только к нему прилетел. И GEM появляется сразу же. Хорошо. С какой целью и GEM? Конкретной цели, как обычно, мы видим нет. Есть цель просто, видимо, задевардить. Так, у нас тут полетал немного Skyrass Mage. И даггер появляется у Сардарчика. Да, 85 на 18, очень недурно. 93 на 9 у Вайпера. Как мы видим, Вайпер тут тоже развлекается сейчас с Медведем. Так, пожмакивает его мягкую спинку. Ну и что, Сардарчик возвращается в мид. Вышки. Давайте посмотрим, вообще, какие цели сейчас должны быть у Union Gaming, у X-Game KZ, у X-Games. Вообще, как по мне, цель должна быть то, чтобы пойти повоевать и как можно быстрее набрать себе преимущество определенное. Потому что там Сардар, Медведь, Разор. И, как по мне, эти герои, они нереально мощны в лейте. Вот Сардар, шутки шутками, а он в лейте действительно способен творить отличные вещи. Особенно если герой вражеский, там, один или их, там, два, например. Но если их не слишком много. Тут, конечно, есть Doom, Viper и Tinker. То есть тут тоже три Core-героя. У Doom'а дела начинают налаживаться с появлением Мидоса. Крипы начинают фармиться вообще с невероятной скоростью. У него, вроде бы, и 34 крипа своего добита, но по Торсу он от Медведя не отстает. Так, ну и тут у нас атака на Viper'а была. Импровизированная от Razor. 71 маги он целых насосал. Ну вот Viper' улетает. Так, хорошо, тут пошла у нас Мека вот X-King Z. И Сардар залетает, сразу же врывается на двоих. И Шекер, эхо, слэм, и Мантис погибает. Сардар погибает также, но пошла Фисурка. Мертвый Рейс Кинг собирается воедино, начинает убивать Razor'а. Вышка также перелечается на Razor'а. Взбивает пока только Эггис. Шекер погибает. Джерико прячет Тинкера, и Razor'у надо бежать. Razor'у надо бежать, да. Просто пассивочка работает, все хорошо. Уезжает у нас отсюда Razor. Что можно сказать касательно этой ситуации? Кажется, немного переоценили свои силы ребята из Union Gaming. Конечно, Сардар ворвался, все очень хорошо. Но моментально поймал Doom, этот самый Сардар. Так, и Медведь. И Медведь пока тоже у нас без айтемов. Медведь у нас, как мы видим, купил перчаточку. Это значит, будет Майл Штром. Будет такой быстро бьющий Медведь. Завидент Медведь под атаком. Такс, и Рейс Кинг. Тоже, кстати, с дайгером. Ну, слушайте, у Икс Геймов ситуация тоже налаживается. Мне нравятся их артефакты. Мне нравится то, что Кингер хорошо фармит. То, что ему никто не мешает. Он уже почти 13 уровня. И у него уже, по большому счету, есть Дагон на Даггер. Тревула, Дагон, Солринг, Боттл. Очень не кисло. Вот, стандартная схема игры Тинкером. И помнится, была у нас подобная ситуация, когда играла Нага Сирена против Тинкера, когда Нага Сирена играла за Радиентов. И она ходила, пыталась с Радианцем отсюда крипов фармить. Но Бистмастер заводил сюда просто птичку. И Тинкер прилетал на птичку и фармил всю эту движуху. Постоянно. То есть Нага Сирена могла съедать только одну-две линии вместо двух линий леса. Там еще и бушит все подряд. Как это обычно бывает. Ну и Скай Росмак только на 19-й минуте. Сейчас Скай Росмак получит свой шестой уровень. Как я уже говорил, игра жутко пассивная. Суппорты, скажем, действовали неактивно. Отнюдь. Счет 5-5 всего лишь. И то там большинство фрагов у нас совсем недавно произошло. В общем, ребята решили, видимо, поиграть в Лейте. Но вот в Лейте Тинкер с пингом 250. Это очень любопытно. Потому что там что? Там Разор нажал ульт. Пошел драться. Ну, сейчас мы видим Разора. Убивают. Отличненько. И при этом выживает еще Рейс Кинг. У которого ульта еще не успела откэдэшиться. Так, ну и селедка. Селедки БКБ определенно необходимы. Несмотря на то, что тут сплы БКБ пробивают. Я говорю про Вайпера и Дума, естественно. Но, помимо этого, еще замедление от Вайпера. Еще Скайра Смаг с замедлением. С Сайленсом. С Рейс Кинг. Со Станом. То есть контроля и вещей, которые мешают Слардару нормально перемещаться в траке. Тут и без ульты Вайпера хватает. Плюс там Тинкер со своим лазером. Тоже миссы вроде как не слишком круто. Так, Слардарчик. Находит Вайпера. И вот он, например, Баш только что залетел. Увидели, сколько хп он снимает. И трейсер. Хорошо. Тут прилетает Дум. Кстати, кстати. Через 2 секунды будет Дайгер от Кедэшен и у Слардара. И нужно идти дальше, наверное, и воевать. Нет, не захотели лезть? Да, просто не захотели лезть. И, возможно, даже правильно решили. Потому что позиция была не самая лучшая. Плюс Шаду Демон без прокаста. Мана у него уже так же закончилась. Шекер тоже без маны. Ну и у Слардара там на... Хотя, что ему? 100 ульт. На это у него манах отхватает практически всегда. Ну вот он. Шекер. Что-то там Дайгер хотел себе дофармить. А ведь до Дайгера ему оставалось всего ничего. Вот это так досадно сейчас. Бедный Шекер. Там у нас идет как раз в чате бурное обсуждение того, что... Что же тогда делать с Рошанами до выхода крипов? Если вот делать так, как там я говорю. Ну так, блин, там герои просто набор хороший. Там кто-то танкует, остальные бьют. И Рошан до выхода крипов. Никто не мешает проверять Рошана до выхода крипов. Просто не каждый набор героев, скажем, способен убивать Рошана. Эффективно убивать Рошана. Потому что мы... Я когда-то тысячу лет назад и играл с Артстайлом и компанией. Стендином на каком-то турнире буржуйском. Так мы там Дазлом, Зевсом... И еще каким-то тремя... Я просто помню, я на Зевсе, потому что играл. Вот мы таким набором героев там что-то убивали этого Рошана. Нам были три героя вообще абсолютно тоже для этого никак не предназначены. И поэтому мы убили его в минуте уже на второй. Ну, ближе к третьей, я бы даже сказал. И враг, наверное, не драмевал вообще, где мы находимся. Залетает у нас курьер. Проверяет Рошана. И улетает. Вот так даже решили сделать. Кстати, курьер тут достаточно нагло летает. Еще на магазин его решили завести. Вот на магазине как раз вот такие можно, наверное, принять. Ну, что-то повис. Так, ну ладно, счет 7-6. Продолжается движение со стороны X-Game. Подходят они уже к Тир-2 Тауру. Начинают его активно прессировать. И... Дефить. Что, будете вы дефить? Да, у Шейкера уже Даггер есть. Все, можно дефить. Нужно дефить. Вот Шейкер с Даггером, он нереально силен, как по мне. И нельзя его недооценивать. Главное, чтобы он сейчас его особо не палил. И так как все игроки на виду, за исключением, наверное, только Шейкера, я думаю, должны X-Game догадываться о том, что у него уже, возможно, есть Даггер. Ну, 24-я минута пошла, как-никак. Угу. Ну, какая-то, не знаю, неуверенная защита у нас получается. Тинкер пушит, медведь кушает крипов. Но Вышка-то все равно упадет рано или поздно. Я тогда не понимаю вообще сути. Хотя, суть, как мы видим, ясна. То, что X-Game разворачивается и уходит в другом направлении. Линию бы они, как по мне, все равно пропушили. Тинкер бы закинул там по кусак 2-3 пачки. И Вышка бы через минуту-другую бы просто отлетела. Тут все мигают Рошана, все хотят забрать Рошана, да. Да тут в Самоке засада уже готовится. Есть вард. На варде кто-то спалился. Пока еще нет. Ох уж эти команды. Ну просто X-Game соберут сейчас Тинкера. Тинкер у них уже практически собран. Появится у него Эзериал и джентльменский набор уже готов. Дальше что? Дальше Вайперу Аганим БКБ. Аганим уже есть БКБ. Ну, БКБ даже я не знаю. Мне кажется, тут уже не слишком надо. Потому что Слардар БКБ пробивает. Медведь БКБ пробивает. Разор БКБ пробивает. БКБ тут только от Шейкера. Нужно. Так что БКБ, наверное, Вайперу все-таки не горит. Как говорится. Рейскинг. Че, прыгнул начинаешь бить. Тоже непонятно. Вот, Слардарчик. Знал бы он сейчас, что тут находится петух. А он сейчас узнает. Да, он знает. Он знает. Да прыгай же ты уже. И не прыгнув тоже забрали. Я думал, что просто успеется, когда смог уйти за зону поражения. Но тут, видимо, у нас еще идет атака на Вайпера. Вайпера начинают убивать. Грызет. Грызет его Мишка. Корни пока не проходят. Корни до сих пор не прошли. Уже ударов 6 было сделано. Но Вайпер все равно погибает. Там Джейкера с Шейкера. Слардар ошибается. Не допрыгивает. И просто без врыва. Точнее, без тана врывается. Но, тем не менее, это уже минус 2. Плюс сбивает ульту Рейскингу. И уйдет отсюда Разор, скорее всего. Да? Да? Нет! Нет! Нет, петух его забирает. Да и сам уже, наверное, должен поплатиться. Потому что Мишка-то уже бежит. Мишка наваливает уже очень быстро. Еще и Орбов Веном у него есть. Еще и Молния здесь прокает. Я слышу, что там Слардар кого-то пытается скушать. И... Минус Скайросмаг. Да, Гем теряет еще тут Скайросмейдж. Улетает Медведь. Тинкер, я слышал, там тоже пытался зареармиться. Да, он зареармился. Но мана у него уже не оставалась. Угу. Так, ну что. Игра у нас продолжается вроде как. Но при этом игра продолжает идти в таком, не знаю, пассивно-агрессивном русле. То есть, если кто-то встрял, если кто-то загулял, его наказывают. Но при этом никаких попыток выйти и наказать кого-то не предпринимается ни одной, ни другой команды. Ну, Нексты... Ой, Нексты. Иксгейм. Они действуют еще хоть как-то более-менее активно. Они там под вышку подходили. А вот Юнион Гейминг, они играют от глубокой-глубокой-глубокой-глубокой защиты. Оно и понятно, потому что у них пинг три сотни. Они не могут нормально сейчас играть. Как-то мансить. И за счет джукинга там разводить на ХП. То есть, у них задача предельно простая. Раскачать трех своих героев. Таразор, Медведь и Слардар. И с этими тремя персонажами пойти райт-кликом всех поубивать. Задача эта может быть осуществима, если Иксгейм будут все так же ничего не делать. Ну, или же если делать, но не так активно, как нужно делать. Вот, что я хотел сказать. Потому что один тинкер эту катку не вытащит. Нужен еще и вайпер. А вайпера, мне кажется, шестислотовый Слардар раскатает. Как, кстати, ПВП устроить? Шестислотовый Вайпер против шестислотового Слардара. Ну вот она БКБ, Слардарочка. Так как я и говорил. И Кираса появляется у Медведя. Где этот самый Медведь? Кираса, Майлштром и денег больше пока не имеется. Ну и что, вот давайте откроем сейчас тут ГПМ. И вот, кстати, обратите внимание, что ГПМы тут тоже невысокие. То есть команды особо... Точнее, игроки особо не блистают тем, что супербыстро формят крипов. Именно поэтому игра вот так затянута выглядит. На 29-й минуте вот такие вот ГПМы в 400 у Мейнкерри. Это не слишком круто. Вот Тинкер, который выбился из этого течения, да, он себе 500 ГПМ смог выбить. И у Тинкера как раз отличается тем, что у него и Эзериал, и Дагон, и Даггер. И много-много-много вообще разных предметов. В то время как здесь там БКБ Даггер, тут там просто Даггер. Ладно, еще Аркады есть. Ну и вот он Рошан. Очередной Рошан падает уже под действием второй льты Слардара. Минус 20, минус 15 брони. Некоторые человеки недооценивают ультимативную способность этого героя. Но, если просто привести конкретные цифры, я, блин, не знаю, цена, наверное, посетить посчитать. Но, те, кто часто играет на Слардаре, те могут заметить, как... Ой-ой-ой, ой-ой, как же не больно. Как залетает 359, только что с руки залетело 359 при уроне с руки в 136. Да, там еще было 120 с баша, но это все равно 136 плюс 120, получается 256. А залетело 3, ну, с половиной сотни дэмэджа. То есть вот она, соточка, сверху и залетает. Это все благодаря тому, что ульта висела. А таких подач может быть несколько. Вот в чем дело. Так, давайте, наверное, посмотрим графики. На графиках у нас все очень ровно. И это неудивительно. Это все потому, что команды друг с другом не дерутся. Команды вышек забрали одинаковое количество. Команды формят, грубо, свою половину карты и не выходят за ее пределы. Первый, кто только что там вышел... Даже не вышел, Дундер ведь на своей половине карты только что был. Его на своей как раз и наказали. Вот какой-то план нарисовали. Я не знаю, что это за план. А, это план нарисовали как раз-таки Дайра. И увидели Рейс Кинга, Рейс Кинг делает блинкаут. Слардар на спринте. Пошел и пришел. Дальше он нырять. Что? Правильно, не будет. Ну, нырнул Слардар, но до него стяги. Кстати, он нормально забайдил. Он развел на огромное количество спилов. Так что нужно всем разбегаться. Нужно уходить здесь. Реально, всем. Хорошо. Прыгает у нас Кинкер. Отлично пробил Слардар еще на половину здоровья. Вот она ульта Вайпера. Пока что Бенджаз бесполезен. Вышки тут у нас, как мы видим, уже давненько нет. Ну и что? Кого-то здесь поймали. Да, поймали здесь Скайрос Мейджа. За что его и наказали. Ну и все. Опять же, все возвращается на круги своя. Разменяли суппорта на суппорта. И идут дальше фармить. Короче, я ухожу обратно в чат. Я буду бойкотировать эту игру. Она мне совсем не нравится. Я уже говорил о том, что... Когда у вас там большой пинг, вы играете там максимально осторожно. Там, да, берете каких-то однокнопочных героев. И я совсем забыл, что когда вы берете однокнопочных героев, надо, чтобы эта одна кнопка била очень сильно. А в данном случае для этого нужно много-много-много фармить. Следовательно, игра у нас будет идти еще очень-очень долго. Так, пытаюсь найти какие-нибудь интересные темы для обсуждения. Говорят по поводу Рошана, что он нужен или не нужен, что он слабый или не слабый. Не, ну, Аэгис штука в принципе полезная. Да, в некоторых ситуациях она вообще никакого преимущества не дает, эта штуковина. А в некоторых ситуациях Аэгис очень сильно решает. Вообще, если брать 5 на 5 при равных всех героях, при одинаковых, то, естественно, Аэгис дает преимущество. Причем дает его неплохое преимущество, скажем так. Поэтому за Рошана у нас так много баттлов разных бывает. Так, это только первая игра. Слушайте, я что-то вообще собраться с мыслями не могу. Прилетает Тинкер. Так, вон. Шейкер! Ну вот. Здрасте. И Фессурой тоже мимо. Воу-воу-воу-воу-воу, как же тут все опасно. Да, Шейкер там поторопадил в свой тотем и улетает на базу. Ну вот, блин, один выход, поняли, что не получилось, и сейчас он идет обратно. Давайте вот найдем самого скучного персонажа, вот Скайресс Мак, например. Потому что у него 10 крипов добито за все это время, у него нетворост 1300. И один, три... нет. 1300, где-то еще 300, 1100... А, он только что смоков накупил. Хорошо. Доминейтинг. Тинкер убил шадоу демона. Поздравляю. Там вард просто стоял. Да, да, там стоял вард, и на этом варде шадоу демон только что полег. Ну что, неужели Икс Гейм пойдут в атаку, или мы будем и дальше смотреть за тем, как Скайресс Мак с тремя веточками и транквилами на 35-й минуте бороздит просторы вселенной? Так, кто спрашивает по поводу ланов Старладера, я даже не могу пока еще ничего сказать конкретного, варенье, не варенье, в другом месте, там... Не знаю, не знаю, друзья, серьезно. Было много планов, но они, как обычно, рассеялись. Точнее, большинство из них осталось чуть меньше, но я пока еще не знаю достоверной инфы, стопроцентной, по поводу того, где все будет. Хотя, может, и знаю, но не знаю, что это она и есть. Хм-хм-хм. Такс. Ну вот, действия вообще, эээ, команд пока для меня остаются загадкой. Я вот смотрю на Скайресс Мейджа и понимаю, что... У него плохая жизнь, он всего боится. Шоу-шоу-шоу, завернул в лес, тэп-аут сделал. Он, видимо, понял, что команды нет на карте противника, что где-то сейчас будут ловить людей. Но при этом команда противника дальше, эээ, тир-один-вышки, отметки, она сама не заходит, кого вы хотите там поймать. Ну, если хотите поймать, то надо заходить глубже, в тыл врага. Тайер, эта мощь под атакой. М-да-эм. Невероятно зрелищный матч. Тайер, эта мощь под атакой. Я поэтому попрошу, не знаю, организаторов, чтобы они не приглашали в одни квалы команды из абсолютно разных регионов, потому что все будет схватиться именно к этому. Играть неудобно. И, ну, кто, возможно, только подключился. Напоминаю, что играет у нас команда из Перу и команда из Казахстана. И пинг у одних 200-250, и у других 300-350. Следовательно, что одни, что другие не мансят, да, не играют на как-то на грани, показывая весь свой скилл. В основном все заканчивается нажатием одной кнопки. Вот у Иквала, я вообще смотрю, у него реально самая интересная дота. Он пришел, один угол понюхал. Прошло полторы минуты, перельгел на другое место. С другой стороны это же дерево теперь стоит нюхает. То есть, ну, в чем смысл? What's the point? Дальше, следующие игры по плану. Дальше у нас будут играть Power Rangers против Dream Team 168. Вечно забываю это число. И потом будут играть победитель этой пары и победитель той пары в финале квал. Группы А. Не всех квал, а группы А. Вот так вот. Не-е-е-е. Ну и квал хотя бы в дислокации место сменил и здесь выбрался. Слардар прыгает по-троим. Ну вот с такого старта уже можно, в принципе, писать обычно ГГ. Правда, тут на шейкера очень вовремя успели кинуть дум шейкера Подсейвили Разорчик нарезает Разорчик насосировал 140 урона Я бы на месте фикс-геймов сейчас просто разбегался в разные стороны Ну вот, Тинкер, пробил ты разорок, хорошо А дальше что? А дальше просто забегает медведь Нет, у медведя радиации Поэтому Тинкер отсюда уходит Дальше должен прыгать, наверное, Слардарчик Кого-то уже находить и убивать Ииии! Успевает сбить телепорт Тинкеру! Ванафака приплывает Вот такой вот микромоментик А успешный, успешный весьма момент для Юнион Гейминг И они такими темпами могут сейчас даже пойти за речку, друзья И подойти к Тир-2 Тауру Это, конечно, весьма рисковый шаг, но чем черт не шутит? О, какие-то агрессоры! Вышку даже забрали Не, ну ладно, шутки шутками мы видим, что все-таки не стесняются действовать там ни одни, ни другие Если уже дело зашло о конкретном химфайте Так, Слардарчик отлично ныряет, вновь попадает по двоим и Шейкер с эхо-слэмом прямо на базу! Казахом врывается и крошит лица двум игрокам x-game keyz Один из них делает байпэк, быстро очень, но вновь попадает под действие стана Вновь минус арморы, как же съедает ривза медведь! Вы вообще видели, что только что произошло И вот она, вот она первая ошибочка Ну ладно, черт с ним Тут все равно дэмош такой терребл-терребл, что бараки, что одни, что другие упали Очень-очень быстро Единственная проблема, это то, что стоят еще тир-2 вышки по миду И на нижней линии также стоит тауэр Ну и эту проблему, видимо, сейчас решили Union Gaming исправить И отправиться по миду дальше Да, и происходит ровно то, о чем я и говорил в самом-самом-самом начале игры То, что тинкер, конечно, это прикольно, но в соло он игру не вытащит Вайпер и Doom, они еще не имеют таких артефактов, с которыми они могут реально ходить и в соло там драться против какого-нибудь Слардара, например У вайпера еще там что-то более-менее похожее на нормальные айтемы Но это не то, это не то, вот, посмотрите на Слардара, на эту машину для убийств У которого БКБ, Ривер, там, Блейдмейл, Вангуар, Даггер, который оказывается рядом с тобой моментально У которого атак-спид, конечно, пока еще не самый высокий, но там первый баш залетает и все И ты уже не рад, что попал на эту карту В общем, у Union Gaming все сейчас очень круто Они должны были после этого тимфайта заработать бабу лесов И они заработали практически, сколько получается, там, почти 10 тысяч, да, тысяч 7-8 точно Заработали дайры после этого замеса И вот видите, как все шло более-менее ровненько Там когда-то X-Game чуть больше зарабатывали, когда чуть меньше И вот сейчас четко выделился лидер в этом матче И первый вопрос, который сразу же можно задать казахскому коллективу От чего вы ждали? Чего вы мяли булки и не шли драться? Почему вы это делали? Зачем вы дали Union'ам шанс раскачаться? Там три героя, три мощных героя Очень мощные герои Что, Тинкер будет всех убивать? Нет, Тинкер не сможет здесь всех поубивать Даже со своим пятым догоном Ну, щелкнет он одного А дальше-то что? Вайпер слабый У Вайпера Нетворст 14 тысяч У Дума Нетворст 14 тысяч У Тинкера, конечно, двадцатка Все очень круто Но вот Тинкеру в такие моменты игры Нужно вообще просто выходить из доты И давать фарм своим пацанам Потому что его потенциал особо больше не вырастет Ну, Хекс ему только еще необходим Все остальное, это уже мелочи В его команде айтемы очень-очень сильно нужны Потому что здесь отставание вроде-то небольшое Там три тысячи Тут между этими тоже там три тысячи разницы Но три тысячи это вот ривер, например А ривер это для слабарочка очень-очень неплохой айтем Да, тут говорят, что игра затягивается И игра уже два часа идет почти Если что, она должна была начаться В два часа по киевскому времени Сейчас уже без десяти четыре Потому что час еще перуанцы настраивали Свои сервера Ну, в смысле, свои компьютеры Чтобы пин был более-менее нормальный Но перуанцы перепикали Иксгеймов по полной программе Почему? Потому что они последовали Тому самому правилу Однокнопочных героев А Иксгейм при этом дали нафармить Большое количество айтемов Этим однокнопочным героям Да? Не Ну все, Т2 здесь дефицит смысла нет Будут ли заходить уже на базу Или все-таки постесняются Перуанцы Ну вот, атака на Разора Но Разор с Айгисом Ватафакка подставляется Умирает Делает моментальный байбэк Смысл только от этого Я немного не понимаю Потому что вот он Летает сейчас Слордар на своем спринте И только ждет Когда все-таки кучканутся Игроки Иксгейм Что там? Медведь кулдаунин? Да нет Вот Вот Кажется забайкились Слордар Прыжок В троих шейкерах А слэмы разносят Пух и прах Юнион гейминг Своего оппонента Там конечно шейкер У нас страдает очень сильно Но его убегая подхилили Или нет? Нет, все-таки он не выживает Но вайпер Встриет Вайпер реально встрриет Даггер Даггер Стан Даггер Стан Ну Только что Только что Буквально иллюзией Направил вайпер на Слордара Чтобы тот не смог Блинкануться Но Перуанцы дали по пятную Это очень плохо Ну Чуваки У вас есть Вообще просто Неубиенная селедка Да пойди ты Ворвись Дай три раза По щам Этому вайперу Тинкера убейте Просто пойдите Вабанк Убейте тинкера Ну Не убьете Ничего страшного С вашей базой не произойдет Там Боевики сделайте Убьете Вы выиграли Почему Вот такое Я не знаю Боязливое отношение Не Так Ну что ж Слордар С тарасочкой 3 300 здоровья 18 брони 18 брони Пока еще не особо Есть чем хвастаться Атак спид Тоже невысокий Кираса Там уже есть Собранная у медведя Ну тогда что Йолнир Может быть Или Мом Самый дешевый вариант Это Мом Самый крутой вариант Это Мьолнир Безусловно Ты просто кидаешь На себя молнии И едешь в атаку Забирает Уразор Где он там у нас катается Уразора тоже уже Тараска готова Но тут все на плотность Блин Тут все настолько Элементарно и просто Что Я вот даже не знаю Ну Как вообще Сейчас выигрывать Иксгеймом Что они должны сделать Чнее что сделать Должны Юджи Для того чтобы Выиграли Иксгейм Они сейчас просто Отпустят клавиатуру И мышки И их герои Через автоатаку Всех поубивают Главная задача Это добежать До тимфайта У Свардара Для этого есть Даггер То есть У него проблем С этим не возникнет Душейкера тоже Шадоу Демон С даггером Без даггера У нас только Медведь и Разор Разор Он нафиг не упал Рейнджовый герой А медведь Ну Такого да Тоже у него Принципе рейнджовость Есть определенного рода Имею ввиду Спиритбера Естественно Да Там уже пишут Что Перу круче Чем Казахстан Ну Судя по этой игре Да Перуанцы Переиграли Мне кажется Вообще По всем параметрам X-Game И я сразу же Вспоминаю Моменты Когда Неопытные С одной стороны Команды Да Это какие-то Бывшие там IC-капы Сто летней давности Мы про них Очень часто говорили Что вот они До 20 минуты Могут играть Идеально А дальше Они не понимают Что нужно делать Так же и у X-Game У них сейчас Какая-то Невероятная проблема С макро-геймингом Просто Проблема с Принятием решений То есть То что SkyRasmag На 47 минуте 11 уровня Это Не так еще Страшно Ему разница Что 11 Что 11 Что 14 Не слишком высокая А вот То что Команда Ничего не делала Правильного Ничего не делала На протяжении Этих 47 минут Это уже Серьезная проблема И Нужно что-то делать Ну же Еще пауза Нам не хватало Трубу Как обычно Прорвало Там у Казахского коллектива Казахстанского Да Не знаю Сколько времени Необходимо Сейчас Мантису Для того Чтобы Вернуться В игру Но Если Сейчас Еще Будут Какой-то Ремейк Рехост Там Ре Что угодно Я Просто Расстроюсь Очень Сильно Расстроюсь Я думаю Как и зрители Которые сидят На трансляции И не понимают Вообще Что происходит Уже 2 часа Почему эти люди Еще на экране И И Нет Ребут Блин Отлично Что у нас тут происходит В чатиках Да Самое досадное Это То Что Другие команды Ждут То Что Они Не Могут Начать Играть Я Бо По-хорошему Начинал Уже Давным-давно Другой Матч Конечно Хочется Чтоб Его Тоже Люди На Стриме Посмотрели Но Не Хочется Чтоб Страдали Вообще Все Нет Это Игра Уже Все Она Уже Закончится Я думаю В течении 5 Минут Не думаю Что Больше Вопрос В том Что там С Рошаном Да Аегис Вроде Недавно Сбивали С Розора Ну вот Да Рошан Да Я думаю Сейчас Заберут Рошана В течении Минут 5 Игра Уже Подойдет К концу Нет По сути Смысла Дольше Тянуть Где Дее 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 И Кстати Вот Тоже Мне Интересен Такой Момент Почему У Скай Расмага Замакшенный Конкассив Шот Кто Мне Может Сказать М Ну Кулдаун В 6 Секунд Разницы Особо роли Не играет Либо 20 Либо 14 Монокост Не меняется Растет Только Дэмэдж На 180 Да Верно Я говорю Да 180 Урона При этом Первый Спел Больше Урона Дает Реально Больше И Кулдаун У него 2 секунды И Какого Чёрта У тебя Первый Спел Не промакшенный А промакшенный Конкассив Шот Всё И квал У меня Тоже Для тебя Плохие Новости Причём С пингом Эта проблема Обычно Не связана Бывает Я имею Ввиду Скилл Билд Хотя Может Из-за того Что большой Пинг Он не максил Первое Потому что Его часто Надо нажимать Точно Я придумал Я Всё Придумал Видите Уже 3500 Вот этого Нужно Бояться Так Надо Включать Наверное Хардстоун Где-то На Паралельном Компе И Начинать Уже В него Поигрывать Потому что Беда Воу-воу-воу Вернулся Человек Да Мы же Можем Продолжать Поехали 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 Я Просто не понимаю Чего ждут Юджи Не Я понимаю Чего они ждут Они ждут Появления Рошана Уверенного Взятия Этого самого Рошана И с сыром Аегисом Пойти Завершить Катку Просто Сейчас Они Могут Я думаю Предварительно Пойти Т2 Спокойно Совершенно Спокойно Забрать Потом Вернуться На Рошана И вернуться Снести Базу Просто Сейчас Пойти На Рошана Выиграть Драку Снести Сторону И не Снести Вторую Потому что Т2 Еще стоит Это было бы Не слишком Круто Ну хотя Я думаю Там Хгейм Будут уже ГГ писать Если Снесут Вот так Салат Так У нас тут Встреча Слардара И Рейскинга И Слардар Все-таки Наказывает Товарища Ай-яй-яй-яй-яй Ошибочка Ошибочка С таймингом Хотя Слардарчик Продолжает Догонять Есть Фиссура И Ривза Зажимают Как же Это было Больно Если бы ему Еще сейчас ЕС С пятью Сотнями Дамаги По лицу Вмазал Вот это Был бы номер Мне кажется Там бы просто Сейчас Не знаю Семь Восемь Сотен Бы Таблет Ну да Тут Двенадцать брони Тут минус Двадцать Минус восемь Там еще есть Какой-то А еще Кираса Точно Это минус Тринадцать Еще Дезолятора Не хватает Сфа И дазла Прошли у нас Комменты Предлагаю Устроить Чемпионат Перуанских И казахстанских Команд Все матчи Бестов Пять На Сингапурском Сервере Вот это Кстати Предложение Всего дня Как по мне Так Залетает Дум На Разора У которого Три Семьсот КП Вешает Дум Умирает Скайросмаг Ульт даже Не дал Умирает Тинкер Поймали Тинкер Умирает Вайпер Вайпер Поплевался Вайпер Кстати Еще одну Ульту Даже успел Дать Это две Ульты Но Вайпер Тут тоже Видимо Умирает Да Ну почти Короче Тут типа Отбились Но отбились По одной простой причине Потому что Вот сейчас Разор Ну развернись Да начни же ты Драться Ну что это происходит Сколько можно Это терпеть Да Ну все Забейте вы На Ё-моё Просто бей Просто стой И бей Почему вы вообще Разворачивались Разор Ты такой вообще Не очень А вот сейчас Когда тебя уже Начинают трое месить Сейчас ты Естественно Разворачиваешься Почему не развернулся Тогда Когда Вас было Три в три Почему развернулся Слардар С шеду демоном А ты побежал назад Разор В чем твоя проблема Проблема в одном В том что Как ни крути А вайпер Слардара В некотором роде Да и контрит За счет Того что Очень мощное замедление Выдает вайпер И в первую очередь Нужно фокусить Тинкера И вайпера Если С тинкером Возникают проблемы С тем чтобы его поймать У вайпера Эскейпов нету У вайпера нету Ни даггера Ни блинка Своего врожденного Ничего не нету Вы просто В него разворачиваетесь И начинаете его метелить Все Изи катка В результате Мы видим что Эскейп выигрывает Тимфайт Рошан появится Буквально через Секунд 15-20 В общем ЮГе Вот просто Просто УГе Сыграли как Как УГе По полной Вот без преувеличений Каких-либо Потому что Когда прыгнул Дум И дал Дум на Разора С 3700 хп Это было реально смешно Разор мог просто пойти И руками Отметили Половину людей Да у него Не так много урона Но одним своим присутствием Он уже Дает людям Понять что Здесь находиться Небезопасно И там какую-то Панику Довносит Ну вот он Наконец Рошан Может быть С Айгисом и Сыром То вы будете Поотважнее И пойдете И потеретесь Нормально Или без Айгиса и Сыра Вообще никак Что это Команда такая Разбежалась Думает Ну сейчас Снордарчик Нейзичек Добивает Рошана И тут Рошан Снордару Баш 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 Типа Это будет дольше Чем мы думали И вернулись Помогли все-таки Селедки справиться Это просто жесть Я не знаю Ну вот Концовка игры Уже начинает Быть потихонечку Веселее Веселее Потому что Одни начинают Люто лажать Угу Посмотрите БКБ Мьолниры Рефрешер Розора Тут мне кажется Скоро дойдет до того Что Снордар Себе рефрешер Соберет Ну потому что Сколько там Можно терпеть уже Кстати Отличная идея Рефреш Прыгаешь Даешь Стан Ульт Бьешь Рефреш Опять Стан Это как реведж Только меньше Реально Да Это как рп будет Только не стягивает И как реведж Только меньше Да Ну что Решили собрать Пачку блейдмейлов Чтоб тинкера убить Но вообще Идея может сработать Три блейдмейла Это уже немало И Тинкеру Я бы на месте Тинкера Сейчас по кусаками Особо не злоупотреблял Потому что Можно остаться Без лица За такие вещи О Глиф прожали Вот кстати Это Такой интересный момент Потому что Заходит Разор БКБ Врубает Рефрешер Уже был Прожат Две ульты У Разора Вайперу Пил-пил-пил Разору Пил-пил-пил Ему вообще пофиг Да его еще и шатунгер Здесь поцелил Не пить грезет Это время вайпера Тут наконец начинает Бить уж были ли меня Снордар Башин проходит Минус армор И вот 348 507 Просто 507 С пашин залетело По Зумченко Или кто там был Вайпера здесь тоже забирают Ну и все Это минус вторая сторона А я говорил Надо пойти Т2 забрать Чтобы потом Не было этого Неловкого чувства Когда ты забрал Сторону А на другой стоит Т2 Не Они уходят на базу Правильно Играют пацаны Саевого Тут же Целых Три героя Тут же Скайросмаг На диффенсе 11 уровня С странкил Бутсами Да Это же сложно Сложно Так пойти И снести ТВ рульку Да они ее через Бэкдор бы просто Пробили К чертям Там медведь Один подойдет У которого 250 дамаги И еще У этого 170 Да Такие Заставляют Понервничать Union Gaming А в первую очередь Они заставляют Понервничать X-Game KZ Потому что Казахи Я думаю Тоже Понимают Всю Вообще Безнадежность Ситуации И Понимают Что Вот этот Т2-вышка Это единственное Что только что Их спасло А сейчас Я не будет Что делать дальше Шекер Вардет Сюда Воткнул Ну да Аегис Ведь еще Не сбили Точно Ой-ой-ой Как же хорошо Фисурка То попала Сюда С лордарчика И все И изи катка Ну смотрите Мистер Ривз Да вы бык Оказывается Ну Медведя Раз попал Амели Нормасик Там правда Две линии уже Начинают пушиться Потихоньку Тинкер делает Один минус Но второй минус Его не хватает Опять Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой Как же тут больно Та Энджелу Опять же Стороны пушатся Далеко Теперь Иксгейм Уйти не смогут Единственный Конечно плюс Это то что У них есть Тинкер Который сможет Летать И хоть как-то Это все отпушивать У остальных героев Вообще Потенциал От пуша Очень маленький Ну как бы Дум У которого вот Земля горящая Вот она погорела Снесла 200 хп Бедному Рынджовому Крепочку И на этом все А Слардар Уже просто С жиру бесится Он себе хекс собрал Не Решение как по мне Весьма неплохое Типа не займут История примерно Такая же как с Урсой Вот Убегает И Тинкер увидел Что К шейкеру Пришел Братюня Братюня Нажимает БКБ И стоит Вот это кстати Отличный вариант Когда ты нажимаешь БКБ Обязательно Стойте друзья Это Решит все ваши проблемы Так Пошел хекс Тут поймали Разора Тинкер естественно Выжил Короче Это просто жесть У меня уже слов нет Такое рвание Я давно не видел Не Так Что там Разор сделал Байбэк Окей Там Там же еще Аегис У медведя Его так и не сбили И Они Еще и с Аегисом Не пошли Не снесли Короче Уволены Вообще все Ну сколько Это можно Вот все Наконец-то пошли По миду Давить Аегис пропадет Через минуту Все Тут еще и Курьера Подтянули на защиту С гемом и рецептом На шиву Посмотрите Байтит Байтит Курьер Но тут уже был прыжок На базу От Слардарчика Слардарчик нажал БКБ и убегает Хорошо Снести третью сторону И все Будет Бегешечка Не Это слишком Просто сносить Третью сторону Давайте еще Сталката убьем Хорошо Убили Сталката Погнали за Мантисом В сторону забрали Так между прочим Пока бежали к Мантису И это все таки Гейм Не показалось Или только что Скайросмак умер С одного утара Не знаю даже кого Мне кажется Он с одного удара Женого демона Будет уже умирать В общем игра была Отвратительная Ужасная И Нифига не интересная И Жутко кривая Но слава богу Что она закончилась Это единственная Такая позитивная нотка В этом матче Мы с вами Пока прощаемся Прощаемся буквально На 5 минут